МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СТВ продолжает новости. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Новые лица в местной вертикали. Сегодня президент Беларуси дал согласие на назначение руководителей разных уровней. От заместителей министров до глав райисполкомов. Среди новоназначенных и представителей ДИП-корпуса. Что стало предметом разговора Александра Лукашенко с управленцами? И какие задачи поставил перед ними глава государства в материале Евгения Гурина? Разговоры президента с новыми руководителями райисполкомов, а также другими чиновниками, которые на местах теперь будут представлять государство, полезно было бы услышать многим. Затронутые вопросы и темы касаются всей страны. Того, в каком направлении и как она будет развиваться в текущий момент. Времена, конечно, у нас непростые. Вы, наверное, лучше меня это чувствуете, потому что вы непосредственно там находитесь. Ну что поделать? Время выбрало нас. Поэтому нам придется в это время жить и делом заниматься, выдавать результат. И я не хочу вас тут озадачивать, рассказывать, что делать. Вы сами знаете, что делать. У вас экзамен на носу, а у некоторых уже начался. Надо в этих сложнейших условиях посеять. Сельхоз работы для вас очень важны. Даже тем, кто станет главами администрации в городах. Так или иначе, вы все равно помогаете селу. Вот это первый экзамен для нас, для всех. Преувеличивать проблему не советую вам. Просто надо везде иметь систему и навести порядок. Порядок должен быть во всем. Не надо там излишне зажимать людей и прочее. Пусть работают, показывают себя. Но технологическую дисциплину никто не отменял. И это железно должно быть пронизано. Ну, вся ваша работа должна быть подчинена этому. И все должны вертеться вокруг этих технологий. На Брещене к посевной компании готовы. С семенами все сельхозпредприятия области обеспечены на 100%. Площади посевов сохранили на уровне прошлого года. Сроки начала посевной диктует погода. Так, к севу яровых, например, приступят, как только прогреется почва. Техника почти, ну не почти, а 95-97% готова выйти в поле. Главное дать команду. Главное погодные условия. И, я думаю, вопросов никаких не будет. Работать все люди привыкли, знают, втянутые в это дело, в тушь, это хлеб. Это очень серьезно. Планы хозяйства засеют тысячу новых гектар яровых и зерновых культур. Посевную компанию здесь обещают провести в оптимально сжатые сроки. Экономия и бережливость – принципы, которые будут актуальны всегда. Ведь зачастую получается, что миллиарды просто валяются под ногами. Из-за безхозяйственности, из-за безответственности. Но бывает, как только появляется эффективный руководитель, некогда убыточные предприятия становятся успешными. Оказывается, что внутренние резервы – это буквально золото под ногами. Нужно искать эти резервы. Говорят, там не хватает удобрений, поедем в Россию закупать. Я еще три месяца назад сказал, вы сделайте максимум для того, чтобы на своих предприятиях произвести удобрения и поставить телу. Надо напрячь, до предела напрячь и лично вмешаться в это. Напрячь азот наш. Сколько они еще смогут произвести? Это большие деньги. Большие деньги – это под 300 тысяч тонн в физическом весе мы будем закупать у них азот. Пускай сами наши шевелятся. Лучше деньги пусть у нас останутся. Все есть. Техники уже, село говорит, не надо больше. Но нужен порядок. Надо заняться решением элементарных вопросов. Решив их, вы найдете те 25% себестоимости, о которых я говорил. А в сельском хозяйстве, я вам скажу, это не 25% себестоимости. Мы там огромные деньги можем найти. Президент привел и совсем свежий антипример из жизни. Как делать не надо. Вырубленные гектары деревья вдоль тросгомичины. Земли, защищавшие поля от вредных выбросов и снежных заносов, перевели в сельхозполя. Просчитались. Вреда оказалось больше, чем пользы. К сожалению, очень распространенное явление. Чириковский райисполком – это тот, который под критику у нас попал по лесополосе? Он не только по лесополосе попал под критику. Он попал под критику и за агропромышленный комплекс, убыточное предприятие. Я так понимаю, что они хотели решить вопрос развития агрокомплекса, за что-то вырубки этих лесополос вдоль дорог. Это лишний раз свидетельствует о том, что главное, прежде чем что-то делать, надо задавать себе вопрос. Ну зачем это? Надо ли? Вовремя ли? Ну вот этим же не поправили мы сельское хозяйство. Во-первых. Во-вторых, правильно средства массовой информации обратили внимание. Я не хочу сказать, что это главная проблема нашей страны. Просто это свидетельство того, что надо думать. Надо нам это или не надо вообще? И вовремя ли это вообще? Я, например, мне сейчас много проектов предлагают. Я, прежде всего, ставлю вопрос. Это ко времени? Подождать может? Нужно, не нужно? Вот по мегарегулятору по этому я смотрю, средства массовой информации аж захлебываются. Кто-то президенту посоветовал. Да никто мне ничего не советовал. К сожалению, это все прошло и через администрацию, через всех. Я беру проект указа, прежде чем подписать, начинаю читать. Страховая деятельность существует в стране? Существует. Жалоб у нас куча, как в России или в Украине, на страховщиков? Почти нет. Кто контролирует? Минфин. Но какая разница, национальный банк или же Министерство финансов для президента? Это пальцы на одной руке. Прежде чем, мужики, что-то сделать, подумайте. Это ко времени, не ко времени. Не надо, не надо. Складывающиеся отношения между руководителем и подчиненным – еще одна тема, поднятая президентом. Поддерживайте людей на местах. И самое главное, знаете, у нас все-таки власть жесткая. Очень жесткая. Люди это чувствуют. Но это не значит, что мы людей должны построить, как в армии или еще где-то. И где-то строим, не дай бог, стадом куда-то водить и запрещать. Шаг влево, шаг вправо. Слово не скажи, рот зашили. Ни в коем случае этого делать нельзя. Поэтому право человека сказать то, что он думает сказать в нужном месте, на собрании, при обсуждении коллегами, вам прямо в глаза – этого не надо бояться. Это плюс у нас будет. Но если пришел на работу, там рот должен быть, грубо говоря, зашит. Потому что там диктат осуществляет технология. Вовремя пришел, сделал по технологии дело – иди. Видишь что-то не так – предупреди руководителей своих. Скажи, предложи. Но вот это право человека говорить, обсуждать, предлагать – я вас прошу, вы помните об этом. Это не должен быть гвалт, который мы пережили после распада Советского Союза, когда кричали и вопили, где попало. И сломали все. Поэтому народ потребовал наведения порядка, мы навели. Но пережать нельзя, пережимать нельзя. У нас люди умные, они понимают, как надо жить, как работать, и мы это в людях должны поддерживать. Осенью в Беларуси состоятся выборы в парламент. Это тоже экзамен для власти. Важное событие у нас, скорее всего, в сентябре – парламентские выборы. Вот тут мы должны продемонстрировать, кто в доме хозяин, красиво, дал возможность людям высказаться и избрать. То есть непростое время вы становитесь руководителями вот этих узловых территориальных делений в нашей стране. И я очень вас прошу, чтобы придя завтра на работу, как полноправленные руководители и хозяева своих районов, очень внимательно отнеслись к кадрам, подобрали, окружили себя нормальными людьми, профессионалами. Не надо назначать людей, которые, кроме как налить стакан горелки и закусить, больше ничего не умеют. Вы имеете в виду, что профессионалы – это те люди, на которых вы можете опереться. Но у вас персональная задача по указу, и не одна, но главное – убыточное хозяйство полностью на ваших плечах. Игорь Войтов из проректора станет ректором в Государственном технологическом университете. ВУЗ увеличил экспорт образовательных услуг, делает ставку на новейшие разработки. Именно здесь, в стране, разрабатываются отечественные 3D-принтеры. С президентом состоялся разговор о проблемах внедрения научных разработок в отечественную промышленность. Один вложенный рубль здесь приносит в среднем 10. Почему в Беларуси эта система недостаточно отработана? У нас очень много идет сейчас разговоров от ученых, Академии наук. Наверное, знаете хорошо по прежней своей работе. Ах, вот столько наработок, промышленность не берет, сельское хозяйство не заинтересовано и так далее. Ну вот сейчас, снизу, так сказать, хотя не совсем снизу, но вот в этом эпицентре находясь. Вы как это расцениваете? В чем причина? Или у нас ученые недорабатывают плохие наработки? Многие ученые, разрабатывая новые технологии, новые предложения, к сожалению, иногда, получив ресурсы государственные, государственную поддержку по проекту, вот, и придя на предприятие уже с внедрением этих технологий, к сожалению, иногда и побаиваются доводить дело до конца. То есть, условно говоря, руководители предприятий, гигантов наших, мощных, они иногда на самом деле очень боятся изменения технологических режимов и так далее. Вот. И боятся изменений в технологии, и поэтому вот здесь очень важно построить эту связь между учеными и производственниками. Андрей Зиневич будет ректором в Госакадемии связи. В октябре колледж прошел аттестацию и стал вузом. В настоящее время мы стараемся соответствовать мировому уровню, поэтому в нашей академии сегодня ведутся разработки по квантовой криптографии, а также по управлению радиочастотным спектром. У нас очень высокий конкурс. Каждый год у нас всегда существует конкурс в наше учебное заведение. Вот. И хорошее распределение. Сто процентов мы распределяем наших выпускников. Они приходят на первые рабочие места. Очень интересные, высокооплачиваемые рабочие места. Новые направления, а значит новые рынки для отечественных товаров предстоит прощупывать Олегу Иванову. Посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству ранее развивал евразийскую интеграцию. В Таджикистане у нас полный порядок. Тут вопросов нет. Там наши люди работают. Очень близкий нам человек, президент Мамали Шарипович Шахмон. У нас практически нет никаких проблем с этой страной. Ну, естественно, надо расширять сотрудничество с ним. А вот Афганистан. Ситуация там непростая. Нам хотелось бы, чтобы там была стабильность. Но если, извините меня, какие-то силы способны с нами сотрудничать, давайте будем с ними сотрудничать. Но изучить надо досконально Афганистан. Там мы значительно можем получить для нашей страны выгодное предложение и дивиденды. Страна богатейшая. Она развивается. То, что в СМИ тут слишком перебирают, вот такая-сякая война и прочее. Да. Но это страна с большими возможностями. И нам надо Афганистан. Министр это знает. Надо вникать в него. Надо входить, искать соответствующих людей. Они сами приедут и попросят в Беларуси то, что им нужно. 280% сейчас рост экспорта. В том числе и трактора пошли, и оборудование и так далее. Но это только начало. 16,5 миллионов в этом мало, скажем так. Поэтому там перспективы есть. Евгений Шестаков назначен на должность заместителем министра иностранных дел. Его ключевые направления — Центральной и Латинской Америки. А сменивший его в Италии Александр Гурьянов сегодня назначен еще и послом Беларуси в Мальте по совместительству. Евгений Горин и Петр Бутрин, телекомпания СТВ. В Беларуси скорректирован график выплаты пенсии и пособий в связи с празднованием Дня женщин и переносом рабочих дней. В Минске получить деньги можно будет в отделениях почтовой связи уже с 4 марта. С 5-го начнутся выплаты в Брестской, Витебской, Минской, Могилевской областях, а также в сельских отделениях связи Гомельского и Гродненского регионов. 7 марта выплата пенсии и пособий будет производиться в Витебске и в городских отделениях почты Гомельской и Гродненской областей. Правительство планирует ввести субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до октября. Об этом сегодня заявили в Минэкономике. Напомню, в конце февраля президент подписал антикризисный указ, где поручил Совмину принять меры для обеспечения социальной защиты населения, дополнительной поддержки малообеспеченных граждан и пенсионеров. Развитие адресной социальной поддержки – один из главных тезисов программы правительства до 2020 года, которая сегодня передана депутатам. Ну а к 1 мая планируется ввести единую информационную систему по расчету за коммунальные услуги. Она, по мнению правительства, значительно упростит предоставление помощи. И еще одна новость из экономической плоскости. Правительство, судя по всему, нацелилось на международный рынок ценных бумаг. Подробности узнаем у Алексея Мартиненко. Алексей, так ли это? Да, Ирина, сегодня стало известно, что в экономику Беларуси с помощью выпуска евробондов планируют привлечь до полутора миллиардов долларов. Треть ценных бумаг на международных финансовых рынках готов разместить Банк Развития. Остальную часть берет на себя правительство. После решения Евросоюза об отмене санкций, белорусские ценные бумаги, выпущенные ранее, котируются на уровне 103,15% от номинала. Это данные франкфуртской биржи, так что нынешнее решение может вызвать интерес у клиентов. Я думаю, что и у этого выпуска евроблигаций тоже найдутся свои покупатели, потому что все-таки доходная страна предлагает достаточно высокую, но, наверное, настолько, насколько соответствует тому ее рейтинг. Ценник на съемное жилье продемонстрировал уверенное пике. Хозяин готов сдать квартиру почти в два раза дешевле, чем это было еще несколько месяцев назад. Так, стандартные однокомнатные апартаменты в Минске обойдутся в 200 долларов. Желающие заселиться в двушку или трешку обнаружат среднее предложение по рынку в 230 и 250 условных единиц соответственно. Могу сказать с полной уверенностью, это обосновано, что сейчас достаточно много вариантов, которые сдаются и за 150 и за 180 долларов, но мы же говорим о средней цене. Зарплаты белорусов и белорусок постепенно выравниваются, заявила сегодня министр труда и соцзащиты. Представители слабого пола сейчас в среднем зарабатывают на 23% меньше, чем мужчины, но разница в расчетных листах за один год сократилась примерно на 2%. При этом женщин, занятых в экономике страны, больше, но не намного. А вот работниц с высшим образованием действительно много. Руководство столичной подземки рассказало, во сколько обходится одна поездка в метро. По последним подсчетам, реальная цена жетона составляет 7,5 тысяч рублей. Сейчас его продают за 5,5. В прошлый раз стоимость проезда повышали в декабре. По словам чиновников, беспокоиться по поводу очередного скачка цен не стоит. Сейчас таких планов нет. К ситуации на рынках. Для нефти эталонной марки Brent сегодня нормальная цена 36,6 доллара за баррель. В общем, ни холодно, ни жарко. Сегодня же на торгах на белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 87 рублей, евро на 116. Российский рубль не набрал и пункта. Его оценили меньше, чем в 290 белорусских. Будем в курсе. Это были новости экономики. Спасибо, Леша. Это был экономический обзор от Алексея Мартиненко. Падежи, привесы, намолоты. Аграрии Гомельской области, похоже, массово идут на служебные подлоги. По фактам приписок, только в 2015 году заведено более 20 уголовных дел. С начала этого еще три. Кому и зачем нужно рисовать воздушные замки, а точнее бумажные привесы и урожай, выяснял Александр Добрьян. В сельхозпредприятии Мормаль Жлобинского района на протяжении нескольких лет телята росли в основном только на бумаге. После проверки оказалось, что за два года здесь приписали почти 100 тонн живого веса. Тайное стало явным после смены руководителя хозяйства. Новый директор, пытаясь принять дела, недосчитался не только привесов, но и почти полсотни голов молодняка. Оказалось, падеж телят, экс-руководитель тоже предпочитал не афишировать. Ну не показывали падеж. Понимаете, ну... А почему? Ну, директор же сказал, что ругать там не буду. Валентина Николаевна руководит местной фермой почти 20 лет. Приписки и сокрытие падежа она видела и покрывала по устному указанию директора. Для простой работящей женщины в глубинке слово руководителя – закон. Ну, как вы думаете, если руководитель команду такая, как ты не сделаешь, а? Да. Работать же надо и жить же надо. Проштратившийся директор уехал работать в соседнюю область. Сейчас предприятием руководит опытный аграрий. Яков Ефимович за жизнь видел немало. К чему приводит любовь к припискам, знает точно. Я не считаю, как кто считает, но я считаю, что это... Ну, нельзя отодетыми приписками. Это ничего не даст. Это, наоборот, загонит хозяйство не в лучшую сторону. Два года бумажных привесов нанесли ущерб государству в 146 миллионов рублей. На экс-директора заведено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В Гомельской области в 2015 году возбуждено более 20 уголовных дел по фактам служебного подлога в предприятиях сельского хозяйства. Удивительно, но факт, что пытаясь избежать дисциплинарной ответственности за невыполнение плановых показателей, аграрии сознательно идут на ответственность уголовную. Александр Добриян, Виталий Раскопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. В мире кино о ней говорили мастер эпизода и королева вторых ролей. Сегодня на 78-м году жизни не стала Наталья Крачковская. Последние дни актриса находилась в реанимации одной из московских клиник. Всего за 40-летнюю карьеру Крачковская сыграла более чем в 100 фильмах. И если в них она была признанной звездой, то в жизни всегда старалась сохранять природную скромность, такт и оптимизм. Всегда яркая. Товарищ Бендер! Харизматичная. Извините, что я беспокою вас во время вашей семейной драмы. И неподражаемая. И меня вылечит. Наталья Крачковская каждую свою героиню делала особенной. Ее карьера началась с массовки и эпизодических ролей. Пышную актрису заметили только спустя 12 лет. В 12 стульях Леонида Гайдая она сыграла свою первую серьезную роль. В актерской карьере Крачковской не было главных ролей. Ее персонажи – это вспышка недолгая, но яркая, да настолько, что узнавали на улицах. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Между тем, с мужем Владимиром Наталья познакомилась на съемках советской мелодрамы «Половодье». Он покорил ее творогом, сметаной и свежими булочками. Они прожили душа в душу 26 лет до самой его смерти. И тогда же, в 88-м, финансовые трудности и застой в карьере. Крачковская бралась за все роли, которые предлагали. Состоявшаяся актриса играла в массовке. Без слов. Массовка. И вдруг я вижу в кринолинах такую даму, я обомлел. Я говорю, помощника, вы что, сдурели? Такую актрису в массовку запихнули. Ну, мне деликатно объяснили, что у нее такое положение, что она готова на любое заработок. А после чокнутой русский бизнес «Мастеры Маргарита», помимо кино, актриса часто играла в театре. В апреле Крачковская собиралась приехать в любимый Минск с очередной премьерой. Ее имя еще не убрали с афиш. То, что она до последнего выходила на сцену, что немаловажно для актера, это призвание, во-первых. Во-вторых, она собиралась ехать по Белоруссии, собиралась работать. Позже скажут, ее неиссякаемое желание жить и работать поражали. Она была актрисой в душе и самой искренней женщиной в жизни. И по теории знаменитого бельгийского режиссера Жакова Андермеля, у каждого человека своя музыка внутри, возьму на себя смелость предположить, что мелодия Натальи Крачковской – это известный марш Штрауса-старшего. Яркий, бойкий и незабываемый. Витебский милиционер спас жизнь ребенку, а сам попал под машину. Картинка с места происшествия, снятая видеорегистратором, ехавшего в соседней полосе автомобиля, попала в социальные сети, поэтому мгновенно получила широкий общественный резонанс. Наш корреспондент Анастасия Абут пообщалась с героями этой истории. Вот так трамвай остановился, выхожу, заканчиваю разговор, иду, 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 вот прямо к этому пешеходу. Машины все остановились, и машина серебристая выскакивает. Меня успевает милиционер обхватить, и на него идет удар. Благодаря самоотверженности милиционера мальчик остался целым и невредимым. Спаситель же получил ушибы. Но, как он говорит, это мелочь в сравнении с жизнью ребенка. У него самого двое сыновей практически того же возраста. Работало что? Спасти жизнь человеку, в первую очередь. Я никаких мыслей не было в голове, просто увидел ситуацию, и мне оставалось принимать решение незамедлительное. Прапорщик милиции признается опасной ситуации. После работы в последнее время его буквально преследуют. Пару месяцев назад в общественном транспорте спасал людей от нетрезвого пассажира с топором. К счастью, и тогда обошлось без жертв. Я не знаю, почему там оказывается именно в это время. Здесь оказался не зря, а там, наверное, не зря. Значит, так судьба складывается. Родители Никиты о ДТП узнали от сотрудников ГАИ. Именно они привезли мальчика домой. Но по-настоящему испугались. Только когда увидели видео с регистратора. По-человечески, по-мужски, конечно, огромное спасибо. Фактически, милиционер спас не только мальчика, но и виновника ДТП. Если бы последствия аварии были более тяжелыми, то и наказание грозило бы более суровое. Водитель был привлечен к административной ответственности. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 30 базовых величин или лишение права управления транспортным средством до 2 лет. Впрочем, эта история для всех участников ДТП закончилась хорошо. Водитель отделался штрафом. Никита отметит через 2 недели свое 12-летие. А прапорщика милиции руководство обещает наградить. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск. На этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете. Сетиви.бюай. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем Ютубе. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Итоги дня подведем, как обычно, за полтора часа до полуночи. До встречи.